Малайзия – страна, которую любит любой турист, путешествующий по Юго-Восточной Азии. С одной стороны, в Куала-Лумпуре находится домашний аэропорт Айр-Азия, выполняющий самые дешевые рейсы в округе. С другой стороны, все зимовщики используют Куала-Лумпур для визеранов. Все те же самые дешевые билеты из Таиланда или Вьетнама. А с другой стороны, небоскребы, бассейны на 50 этаже, магазины, бренды, парки развлечений, океанаремы. Всего и не перечислишь, как говорится, на любой вкус и кошелек. Но побывав в Куала-Лумпуре несколько раз, хочется дальше исследовать Малайзию и открывать новые места этой удивительной страны. Вы, наверное, решили, что мы отправляемся в парк птиц, но нет, там мы были 5 лет назад. Это не первое наше путешествие в Куала-Лумпур, поэтому все остальные достопримечательности мы посмотрели еще в прошлый раз. И в этот раз мы решили найти необычные места. Сейчас мы отправляемся в городок Селонгор. Кататься по реке на корабликах, смотреть на кормление орлов и на петлячков ночью. Что-что, а вот с транспортом в Куала-Лумпуре проблем нет. Конечно, можно арендовать машину, но мы выбрали общественный транспорт. Гугл карты отлично прокладывают маршрут. Итак, сотый автобус со скоростью черепахи довез нас до Куала-Селонгоры. Ну что, поехали. Времени 10.50. И неважно, какой способ выберешь ты, но постоять в пробках при выезде из города придется в любое время суток. Времени 1.05. И получается, в пути мы были 2 часа 15 минут. И особенно рекомендую этот автобус для тех, кто любит путешествовать. Постоять в пробках, покурить с водилой. Вот это будет для вас лучший экспириенс. Сейчас у нас план. Первое. Найти кафе покушать. Второе. В кафе найти какой-нибудь отель ближайший, который рядом. Третье. Мы идем на гору с обезьянами. Четвертое. Мы идем кормить орлов. Пятое. Мы идем на лодке кататься и смотреть светлячков. Интересно, сколько пунктов сбудутся. Идем. Господи, мы подходим к центру города. И вот, кого мы видим, уже начинаются нашествия обезьян. Приехали мы в Куалати-Лангор, чтобы посмотреть на светлячков ночью. Но днем здесь тоже есть на кого посмотреть. Просто вот идем по тротуару в поисках отеля. А обезьяны кидаются под машины. Здесь такой город. Он действительно совсем другой. По сравнению с Калампуром, вот эти маленькие домики какие-то, двухэтажные, цветные. Но поражает чистота. Реально все чисто, ухожено. Ну вообще здесь еду найти вообще проблем не составляет. Особенно если вы не любите местную еду, как и мы, то вот, пожалуйста, прямо в центре пицца-хат. Идти перед насыщенным экскурсионным днем перекусить в пицца-хат. Здесь очень удобная система. Через QR-код сканируешь свой столик, заходишь на сайт и выбираешь все, что ты хочешь. Оплачиваешь прямо на сайте и тебе это все подают. Итак, наш набор из митболов, пиццы. Сейчас принесут еще два супа и два напитка. Стоит... Три супа. Три супа. В Гории мы нашли самую дешевую гостиницу. Она стоила на нашу семью, на трех человек, 21 доллар. Это маленький номер, он состоит всего из двух кроватей, кондиционера и стола. Здесь очень маленький проход даже между столом и кроватью, но... Но, тем не менее, это достаточно чистый номер и здесь нету посторонних запахов. Потому что в соседнем отеле воняло прям реально плесенью. И у нас высокий третий этаж. Ну, классно, это такой питерский вид на крыши домов. И самое интересное, открываем окно, мы по городу еще особо не гуляли. И нас это очень приятно удивило. Посмотрите, какой красивый город. То есть все вот эти улицы, дома, они разукрашены граффити. Причем, насколько они классные, эти граффити. Дорожки пешеходные, ни байки, ни машины сюда заехать не могут. Вот, то есть спокойно можно гулять. И здесь существует опасность. Окно открытым оставлять нельзя. Потому что залезают обезьяны. Они здесь повсюду вообще шастают. Вот, видите, воришки увидели, что окно открыто и полезли уже. Поэтому тогда можно забыть окно закрыть и остаться без чего-нибудь. И смотрите, особенность магазинов в тех городах, где живут обезьяны. То есть, во-первых, здесь дежурит человек с палкой, который их отгоняет от еды. А во-вторых, вся еда, она за такой сеточкой. Ну, чтобы макаки, соответственно, не могли ее украсть. Очень здорово, получается, мы справились уже с двумя задачами из пяти. Мы поели и нашли отель. И сейчас мы отправляемся смотреть достопримечательности этого прекрасного города. Здесь, конечно, атмосфера вообще потрясающая. Вообще не сравниться с Калампуром. И такое ощущение, что ты от Калампура ехал 10 часов, а не 2 часа. Ты проезжаешь в абсолютно другой мир. Просто какая-то другая природа, другие люди, другие дома, обезьяны. Это все... Ты не можешь представить, что это так рядом находится с Куала-Лумпуром. В Куала-Силан-Горе, как вы уже поняли, живут обезьяны. Но помимо обычных макак, здесь живут весьма интересные лампуры. К ним мы вернемся позже. Потому что именно к 18 часам нужно подойти к пристани, откуда отправляется кораблик, чтобы увидеть светящийся в ночи лес. Именно то, зачем мы сюда приехали. И мы приехали до места, где будет начинаться наша экскурсия. Но у нас есть еще 20 минут, поэтому мы можем что-нибудь пока покушать или попить. Здесь есть рестораны. Здесь есть такие стандартные рестораны на сваях. Но есть очень интересное кафе. Вот кафе. Вот прям, видите, в этом там корабле сидят люди на жестяных бочках. Пьют пивко, наслаждаются этим видом. И, конечно же, мы тоже пойдем. Безусловно, билеты на катер можно купить непосредственно в кассе на пирсе. Но тогда цена будет на 30% дороже, чем покупаем мы. Обычно мы все билеты покупаем со скидки на клубки. Ссылка, конечно же, будет в описании. На пирсе на каждую часть маршрута билет покупается по отдельности. И как, например, билет на взрослого жителя не Малайзии на светлячков стоит 45 ринггитов. Переходим по нашей ссылке на клуб. Просто выбираем два маршрута и видим цену. Всего 55 ринггитов. Давайте расскажу вам немножко про цены на корабле. Например, вот кофе, да, мы видим латто за 12. Что-то там вот самый дешевый черный кофе стоит всего 9. Мача, баблмилк 12. Есть вафельки, вафельки, вот такие вот вафельки стоят всего 9. Часть первая. Едем кормить орлов. В целом, все эти экскурсии стоит рассматривать как приятную прогулку по реке. Особенно, если вы помазались репеллентом от комаров. Вы постоянно что-то ждете, что-то красивого, невероятного. Но летают просто орлы, примерно как портовые чайки. В общем, это такой своеобразный разогрев перед светлячками. А потом мы поехали смотреть светлячков. И это оказалось чудесным. Для начала бомбический закат. А потом резко стало темно. Вначале оказался легкий проблеск. Потом несколько фонариков. И через миг весь темный лес отовсюду сверкал. Это было завораживающе прекрасно. На следующее утро у нас осталось только два дела. Позавтракать и поближе познакомиться с обезьянами. Здесь есть, в принципе, несколько ресторанов. И вот сейчас мы находимся в ожидании завтрака. Ресторан достаточно стандартный. Вот этот вот индийский. Здесь можно выбрать что-то жареное и острое. Итак, мы заказали самое стандартное. Это просто лепешку с бананом и лепешку с сыром. Но нам сделали лепешку и с бананом, и с сыром. Что, Истин, давай кушать. Ну а на следующее утро мы решили поближе познакомиться с городскими жителями и совершить подъем на холм Малавати. Можно, конечно, пешком подняться на холм. Но мы не смогли устоять от прогулки на синем тракторе. Идти пешком наверх всего 900 метров. Можно было, в принципе, и прогуляться. Но мы едем на синем тракторе наверх. По полям, по полям, синий трактор едет к нам. Десять минут, и мы наверху. С 16 века здесь все было для обороны от голландского вторжения. Сейчас же здесь находится небольшой краеведческий музей и живут огромные семьи обезьян. На Малавате проживают два вида обезьян. Макак обыкновенная и лонгуры. Остаточно редкий вид обезьян, хотя, к слову говоря, считается священным животным в Индии. И в Индии лонгуры живут почти у каждого храма. Лонгуры удивительно обезьяны. Они не агрессивны. По сравнению с макаками, аккуратно забирают еду у человека. И не выхватывают ее. У лонгуров удивительные детеныши. Они ярко-рыжие. Вот и все. Мы поехали домой. А вы поставьте лайк. Игорь Негода. Игорь Негода.